В общем, Илья за кадром, Салют 2 за кадром, начинаем собирать. Говорят, что на сборку такой байдарки первый раз уходит порядка час. Посмотрим, насколько справимся мы с чаепитием и с поедением печенья. Волейбольные мячики накидывали раньше, а потом он лопнет, у меня там перегруз будет. К нам пришел Олег в гости. Олег любит фотографировать на пленку. Вот мы распаковали второй пакет. Ну да, потом у нас еще нет. Нужно резать. Ну, почти как лопат. Да, да, лопат. А он, наверное, не фиксируется. Это, наверное, я не знаю, зачем это закрепили. Может быть, это отсюда полки. А, на мель где-то раз зацепился, поднялся. Да, 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 точно, точно, точно. Вот помощник пришел. Помощник пришел. Гарри тоже сегодня, правильно? Гарри. Помощник. Сегодня пустили. Что, будешь помогать, да? Хорошо, а мы продолжаем пить чай. Хорошо, а мы продолжаем пить чай. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Приклеен носовой носик и кормовой носик. Необходимо заклеить... Вот здесь расслоилось немножко. И сейчас будем приводить в порядок деревянные детали. Также изготовим сиденья и спинки. Всем привет! У нас есть вот... Вот такое отверстие в лодке. Оно получилось вследствие расслоения материала. Мы будем его сейчас клеить. Клеить будем вот таким комплектом. Сейчас обезжирим, подшкурим и вперед. Клей двухкомпонентный. У нас есть шкура. У нас есть вот такое расслоение в шкуре. Мы сейчас будем с Ильей читать инструкцию и пить кофе. Сейчас хорошо замешаем и будем наносить предварительно. Все зачистили, обезжирили. Покажем уже готовый результат. Вот разжился такой великолепной сумочкой, которую, в принципе, поместится... Большая часть байданки. И так, это наша байдарка, которая в простонародье называется Салют-2. Она собрана. Это уже, на самом деле, второй выход. И, в общем, примерно выглядит это так. Я доволен. Мы с Романом отправились на нашем салюте. В поход по сухому лиману. Вот сейчас подойдем к камышам. На самом деле, вода прозрачная. Это просто кайф. Мне даже кажется, что я в каком-то сказочном мире. Сейчас мы проведем ходовое испытание. Не то байдарки, не то себя. И примерно поймем, какое расстояние мы проходим за сколько времени. Так как в следующем году нам нужно будет пройти минимум 25 километров по Тузловским лиманам. В общем, постараемся даже трек показать. Отличное завершение пробного выхода. И пока лето позволяет, нужно есть арбузы. А зимой сало. Всем пока-пока.